Всем привет! Сегодня у нас новая распаковка. Кстати, на Дзене мне дали 27 тысяч, короче, дополнительных рекламных просмотров. Есть такая специальная фишка у Дзена, сейчас блогерам дают дополнительные просмотры. Давайте начинать, поехали! Итак, у нас приехала посылочка от компании Honor. Сейчас это все. Видавший виды уже видать ноутбук. В плане, что побывал, наверное, не только у меня одного, хотя нет, смотрите, пока что все нормально. Итак, видео с целью для того, что вы получите, если вы купите сейчас ноутбук, которого у них нет на сайте в продаже, но есть в других местах и будет ссылка в описании. Что в комплекте? В комплекте у нас замечательное зарядное устройство. Ого! На 65 Вт зарядит ваш ноутбук очень быстро. Порядка полутора часов полная зарядка с 0 до 100. Здесь вот такой вот уже заюзанный Type-C, Type-C. И, соответственно, здесь внутри у нас сам ноутбук. Итак, что у нас касаемо самого ноутбука? Давайте я его сейчас раскрою и будем смотреть уже на него внешне. Итак, это у нас Honor MagicBook 16. Открываем. Тест на макбук у нас не проходит. Открывается, открывается, открылась. Как обычно, у нас должно быть здесь где-то, да, камера. По-моему, здесь вот. Ага. Камера у нас находится здесь. Отличается от Huawei 16. То есть не в клавиатуре. Это очень хорошо. Full-view дисплей. 5 мм у нас рамки по бокам. Сверху чуть больше. Ryzen. То есть это, по сути, ультрабук с большим экраном. Но при этом у нас есть неплохая производительность в плане кое-какие игры. Вы сможете на этом ноутбуке поиграть, если вдруг вам станет скучно и вообще захотите в этом плане что-то осуществить. Вы сможете поиграть в нетребовательные игры, либо в требовательные низких настройках графики. Смотрите, даже с кнопки включаем. Включился. Здесь у нас встроен сканер отпечатка пальцев. Так же, как на Huawei 16 диагонали, выполнены здесь у нас динамики. Все это из-за авиационного алюминия. В принципе, материалы неплохие, но мне вот не нравится. На MacBook такого нет. Но вот на Windows ноутбуках и компания Honor, к сожалению, не победила вот эту болячку. Хотя, в принципе, с одной стороны, он достаточно туго отодвигается, раскрывается полностью и в этом плане чуть получше, чем у других. Но все равно присутствует вот эта вот болтовня, которая нет, допустим, в MacBook. Как делает компания Apple, я не понимаю. Итак, дальше. Неплохой у нас строкпад. Windows 11 на борту, прямо с коробки. Ни разу не пользовался. Здесь все надо будет настраивать. По техническим характеристикам это у нас Ryzen 5 серии. Ноутбучный процессор. 16 гигов оперативки SSD. Одного из последних поколений твердительных накопителей на 512 гигабайт. Этого будет более чем достаточно. Скорее всего, память у нас распаяна. Но я не вдаюсь никогда в технические характеристики, в том понимании, что 16 и более чем достаточно будет всем пользователям. Но можно их добавить, не можно. Это уже гики используют, что подбирают себе модели ноутбуков, где можно дополнительно поменять жесткий диск или дополнительную планку памяти. Скорее всего, здесь она распаяна на материнке. Если нет, поправьте его умнее меня в этом плане. Поэтому давайте, бегом пишите в комментариях. Клавиатура. Клавиатура, ход клавиш достаточно комфортный при первом использовании. Но надо смотреть, есть ли подсветка клавиатуры. По-моему, да. Если есть, то трехпозиционная. Да, подсветка клавиатуры, скорее всего, есть. С Windows я, если честно, не очень люблю в этом плане общаться. Потому что я работаю на MacBook и монтирую видео на MacBook и получаю информацию, контент на MacBook. И, в принципе, все, что можно сказать, я уже сказал. Что касаемо портов. Давайте посмотрим, что есть по портам. Здесь полноценный Type-C HDMI. Это очень хорошо. Что касаемо другой стороны. Два полноценных USB. Скорее всего, третий 3.1. И для наушничков. Ноутбук для своего большого экрана достаточно компактный. Почти 2 килограмма он весит. Вот я не могу. Вот как вот так вот он не открывается. Естественно, никакие тесты я на нем проводить не буду. Я им попользуюсь какое-то время. Может быть, полмесяца. Может быть, месяц. Может, того меньше. И делаю для себя. Я даже не буду его домой брать. Он будет здесь на работе лежать. И буду смотреть непосредственно, что можно будет дальше с ним. Ну, то есть, будет ли мне удобно им пользоваться или нет. Потому что я в большей степени про эмоции от использования. А не про вот эту всю синтетическую, техническую фигню, как мне кажется. Потому что люди, которые хотят приобрести железо под игры, они знают, что им надо смотреть, на какие характеристики. А люди, которые хотят купить здесь и сейчас ноутбук, имея в кармане, допустим, определенный бюджет, они именно смотрят на ощущение от использования. Понравилось человеку или не понравилось. То есть, как-то так. Ноутбук внешне неплохой. А там надо смотреть уже, как и что в использовании будет. Как-то так. Ну, давайте подведем короткие итоги. То есть, это такой хендзон. Прямо здесь и сейчас привезли. Буквально полчаса назад распаковал, показал. 16 дюймов. Процессор хороший. Памяти достаточно. Большой красивый дисплей. Металл в комплекте. Цена в районе сотки. Здесь и сейчас на данный момент. С учетом нынешних курсов и вообще всей ситуации в целом. Поэтому смотрите сами. Ну, а дальше, если вам будет интересно, посмотрите на YouTube или на Дзене. Именно по характеристикам, точнее по тестам игровой производительности и вообще в целом. Поэтому как-то так. У меня не про тесты. У меня про личные эмоциональные ощущения. Спасибо за просмотр. Ставьте там лайки, подписывайтесь. И всех жду на Дзене. Пока-пока.